Эта история произошла в штате Вирджиния в Соединенных Штатах. Когда Алексу и Марии было по 19 лет, они поженились. Через месяц после свадьбы Мария узнала, что беременна. Они с мужем были очень счастливы и готовились к появлению первенца. Они обустроили маленькую комнату для ребенка, купили шкафчик, кроватку и игрушки, чтобы малыш ни в чем не нуждался. Они едва могли дождаться пополнения в семье и радовались тому, что станут полноценной семьей. Когда наступило время родов, и Марии срочно нужно было в больницу, Алекс позвонил своему другу, чтобы тот отвез их на машине. Но друг объяснил, что у него сломалась машина. Тогда молодой человек сильно занервничал и тут же вызвал скорую помощь. Однако она приехала так поздно, что Мария совсем обессилела, а муж обнимал ее и пытался успокоить. Когда прибыли медики, женщину отвезли в больницу, где сразу поместили в родильное отделение. Молодой человек нетерпеливо ждал. Через несколько мгновений вышла медсестра и сообщила, что его жена не может родить естественным путем, и ей нужна операция. Это очень обеспокоило Алекса. Через пять часов операции доктор вышел с бледным лицом. Он сообщил мужчине, что его жена скончалась в операционной, но маленького мальчика удалось спасти в последний момент. Алекс был в шоке, услышав, что сказал доктор, и начал кричать так громко, как только мог. Он не мог поверить, что его любимая жена, с которой он хотел провести всю оставшуюся жизнь, ушла навсегда и больше не вернется. Для мужчины рухнул весь мир, казалось, что все, что он выстроил, мгновенно рухнуло, как карточный домик. Позже Алекс пошел вместе с врачами к своему сыну, который плакал в палате, но отец не хотел его видеть и отказывался забирать ребенка. Медсестры пытались его успокоить и объясняли, что понимают его горе, но теперь на нем лежит большая ответственность за ребенка. Заметив, что отец находится в тяжелом психологическом состоянии, доктор попросил медсестер не отдавать ему младенца, поскольку тот может причинить ему вред. Затем доктор объяснил Алексу, что тот может пойти домой и вернуться через неделю, чтобы забрать сына, но через неделю мужчина и не думал забирать мальчика. Когда из больницы позвонили, что он может забрать сына, мужчина по-прежнему заявлял, что не хочет его видеть. Персонал больницы был в растерянности. Они никогда прежде не сталкивались с подобным. Когда бабушка Мария узнала, что происходит с ее внуком, она немедленно приехала в больницу и забрала малыша к себе домой. Она заботилась о нем и купила ему все необходимое. Сначала она пыталась уговорить Алексообразумица и позаботиться о сыне, но тот продолжал отказываться и игнорировал ее. Четыре месяца спустя бабушка решила навестить мужчину вместе с ребенком и отправилась к нему домой. Но дома его не оказалось, и соседка рассказала, что он часто ходит к железной дороге и там сидит. Тогда женщина немедленно побежала к тому туда, чтобы найти зятя и показать ему ребенка. Когда она пришла, то увидела мужчину, сидящего на рельсах с бутылкой вина в руке. Пожилая женщина подошла и попыталась поговорить с ним, но он был не в состоянии ясно мыслить и вообще отказывался разговаривать. Она посадила ребенка к нему на колени, но он никак не отреагировал. Тогда бабушка потеряла надежду переубедить мужчину и решила вернуться домой. Там ее уже ждал Рекс, который каждый день играл с малышом. Это был жизнерадостный щенок, обожающий детей. Иногда женщина говорила, что ее собака лучший отец для ребенка. И так малыш счастливо жил с собакой и бабушкой. С тех пор бабуля перестала пытаться поговорить с отцом ребенка и приняла тот факт, что он не способен позаботиться о сыне. Но примерно через три месяца Алекс, без предупреждения, появился на пороге пожилой женщины. Он сказал ей, что хочет забрать своего сына и воспитывать его самостоятельно. Он пережил смерть жены и взял себя в руки, и теперь был готов начать новую жизнь. Сначала женщина не могла поверить, что мужчина так сильно изменился за такое короткое время, но она была рада, что он решил взяться за свою жизнь. Она разрешила ему забрать ребенка и помогла все обустроить. Затем со слезами простилась с внуком. В последующее время она навещала его каждый день и была поражена, как сильно отец старается. Он даже познакомился с новой женщиной по имени Ольга. Она произвела хорошее впечатление, и пожилая женщина подумала, что она пойдет Алексу на пользу. Ей казалось, что теперь ребенок в хороших руках и может счастливо расти в семье. Но позже выяснилось, насколько она ошибалась. Однажды, сидя в саду, женщина заметила, что ее собаки нигде нет. Видимо, она пролезла через дыру в заборе, которую бабушка давно собиралась починить. Как раз, когда она собралась искать сбежавшую собаку, та выбежала из-за угла. Женщина обрадовалась, что ее собака вернулась домой невредимой, но быстро поняла, что что-то не так, потому что собака вернулась не одна. Она несла что-то в зубах. Подбежав ближе, женщина узнала своего внука. Она была возмущена и тут же отправилась к Алексу. Прибыв туда, она сразу вызвала полицию. На допросе в участке молодой человек, не оказывая сопротивления, признался во всем. Оказалось, что за несколько дней до этого его бросила Ольга. Он не смог это пережить и вновь впал в глубокую депрессию. Он снова начал пить и чувствовал себя в безвыходной ситуации. После этого мужчина отнес ребенка к рельсам и оставил там, решив таким образом избавиться от проблемы. Но в это время собака сбежала из дома и отправилась к ребенку. Видимо, она что-то почувствовала. Хотя собака никогда не была в том месте, она нашла ребенка, аккуратно схватила его за одежду, оттащила с рельс и принесла обратно к хозяйке. Полицейские и остальные жители города были шокированы, когда об этой истории написали в газетах. Сейчас ребенок живет со своей бабушкой и ее собакой и счастливо растет, не боясь, что с ним может что-то случиться. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.